Школы Хабаровска берут курс на информационные технологии. 20 миллионов рублей, несмотря на кризис, выделено из местного бюджета на оснащение учреждений образования электронным оборудованием. При помощи пластиковых карт ученики пользуются услугами библиотеки, приобретают обеды в столовых. Такая система также помогает родителям и учителям контролировать посещаемость шкалеров. Теперь попасть на урок ученики могут только с помощью пластиковой карты. Фиксируется каждый вход и выход. Информация, во сколько подросток пришел в школу, в виде смс-сообщения, отправляется на телефон родителям. На телефон мне приходит смс-сообщение, что мой ребенок прошел через турникет школы. И он находится в здании школы, то есть он ее не покидал. То есть я уверена, что он на занятиях, и я не переживаю. Пластиковая карта не только ключ, но и кошелек. С ее помощью ученики рассчитываются в столовой, а родители знают, во сколько обошелся обед. Эти электронные технологии служат дополнительными мерами безопасности. Мы это стараемся внедрить. Это информер. То есть мы знаем, сколько много информации необходимо показать на информационных стендах. Просто наша школа маленькая, у нас стендов не хватает. Электронными проходными могут похвастаться только несколько школ города. А вот системами пожарной сигнализации, тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения для безопасности учеников оснащены все образовательные учреждения. Выделено около 20 миллионов рублей. Значит, мы должны закончить оптоволокно. Мы уже фактически закончили по образовательным учреждениям, по школам и учреждениям. До школьного образования остались у нас только учреждения дополнительного образования, 17 их. Полностью на цифровые технологии в Хабаровске перешло только одно учреждение образования. Но уже к началу учебного года новая электронная школа откроется в поселке имени Горького. Анастасия Пиццион, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.